Цифровизация шагает по стране. Практически вся наша жизнь помещается в смартфоне. Однако на карте Брянской области остаются точки, где устойчивый сигнал мобильной связи пока утопия. И когда представители, так скажем, прямо на рога, депутаты уезжают на свои территории, им задают такие вопросы, что мы не можем дозвониться. Телефоны стационарные практически уже не работают. Мобильной связи там нет. И в случае каких-либо вопросов, не приводи распорта, связанных с жизнью и обеспечением, мы не можем ответить. В приграничных районах и вовсе мобильные принимают сигнал зарубежных операторов. Вопрос на контроль и в проработку взял промышленный комитет областной думы. На региональном рынке работает пять крупных сотовых компаний. С надзорными органами отмечается обострение конкурентной борьбы операторов. Тем не менее, имеется и от трудностей с обеспечением удаленных и малонаселенных пунктов качественного устойчивого сигнала. Обеспечение таких населенных пунктов сотовой связи возможно только за счет строительства заполнительных базовых станций. Как будут строить эти вышки? За чей счет? Во сколько обойдется? Обсуждают в диалоге с представителями мобильного бизнеса. Понятно, что мобильные операторы – это рынок. И законы здесь простые. Посчитаем и, если выгодно, сделаем. Решить вопрос обоюдно готовы. На совместном заседании в ближайшее время соберутся уже с конкретными проектами. Мы проведем совещание вместе с департаментом промышленности, связи и экономики. Мы пригласим вплоть до губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза, который тоже заинтересован в этом вопросе, чтобы жители Брянской области во всех районах имели полноценный доступ к интернету и к связи. И мы сделаем так называемую дорожную карту. Говорят и про транспорт. Масштабное обновление автопарка в самом Брянске и в районах. Новые автобусы, новые маршруты. Теперь уже городские автобусы будут доезжать до аэропорта. То есть структура, сеть, трафик развивается. Уже ощутили и экономию. Сократились расходы на обслуживание с запчастями и топливо. Приобретались автобусы «Газели», которые имеют расход топлива ниже, чем у тех действующих моделей, которые были. И по нашим перевозчикам, по Новозыпскому ОТП и по автокалонне-403, геональные перевозчики, мы посмотрели экономию на сопоставимых маршрутах. Они получили порядка 800 тысяч экономии за 9 месяцев. Проанализировали депутаты цифры товарооборота с белорусскими соседями и данные проверки контрольно-счетной палаты о расходовании бюджетных денег на приобретение спецтехники для ЖКХ. Елена Лыщицкая, Игорь Винничук. События. Брянск.